Eminem Kill Shot. Сделаем это быстро. Как обычно, перед началом напоминаю Cloud Rep 1.2. Новый, недавно обновленный курс, чтобы заказать. Напиши мне подробнее в конце, и мы начинаем. Во-первых, что самое интересное в этом треке? Это фортепиано. Поэтому начнем мы с чего-то другого. Партия фортепиано, мне кажется, действительно крайне интересной. Далее. Это весь клэп. Больше клэпа не будет. Теперь кик. У него партия тоже максимально простая, и на ней, в общем-то, особо задерживаться, наверное, нет смысла. Вот и весь кик. И, кстати, хочу заметить, что у нас темп 105.9 ударов в минуту. Я не знаю почему, но вот такой. Это не 106, не 105, а именно 105.9. Теперь первый хэд. Выбираем вот тут вот этот. И ждем тут. Жмем 1.3. Alt-U. Бац. Акцепт. Класс. Класс. На каждое начало такта клонируем. И заканчиваем с первой партией хэта. Теперь вторая партия хэта. С ней, по сути, то же самое. Только тут нужно вернуть на одну вторую. Ой, на какую-то. Одну вторую на лайн надо вернуть. Здесь снова выбираем 1.3. Жмем снова Alt-U. Акцепт. Теперь правой кнопкой мышки вот так. Хлоп. И получаем вот такую интересную штуку. Теперь делаем вот так. Делаем вот так. Убавим на этом все вместе. Тут снова хочу пробежку. Войдем в панораму. И делаем вот такую штуку. У нас большая часть будет звучать слева, но хэд будет выходить справа. Вот этот, пробежка. И делаем вот так. Вот так. Все. Теперь мы крутые ребята. И иногда хэд тоже будет уходить вправо, потому что... Потому что... Потому что я так хочу. Можно сделать рандомайзер, но мне кажется, что так прикольнее. Давайте сразу пропишем бас. В нем тоже нет ничего интересного. Панорама. Два раза. Один раз точнее хватает. Левая кнопка мышки с зажатым Alt-ом, и панорама выравнивается. Спасибо за комментарии. Так. Можно вот так даже. Теперь идем в громкость. Велосити. И приподнимем все это дело. Чуть-чуть. Как, в общем-то, и кик надо приподнять. Идем в кик. Тоже выделяем. Бац. Приподняли. Сразу это отправим на микшер для удобства. Ctrl-Shift-L. Отправили. Теперь идем во второй паттерн. Займемся мелодией. Мелодия тут интересная. Она звучит вот так. Вы скажете, что это слишком просто, и будете правы. Потому что у нас есть еще вот это. Вот так. И это тоже слишком просто. Нам нужно еще больше. Поэтому у нас будет продолжение. До. Потом. Вот и все. Это не готовая мелодия. У нас будут еще аккорды. Вот такие аккорды. Это сначала соль минор. Потом будет ми, бемоль, мажор. А потом ре, мажор. Класс. Нет, недостаточно класса. Потому что у нас будет вот так. В итоге. Нет, перенесет на октаву выше. Мне кажется, так прикольнее. Теперь все клонируем. Вот тут вот аккордики, эти интервальчики. Уберем. А здесь будет вот так. Вот да, пусть будет вот так. Все, мне нравится. Но это еще не все. Во-первых, у нас все на максимальной громкости. Это не круто. Ctrl-A. Уделяем все. Зажимаем Alt. Крутим колесико вниз. Прибавляем все это дело. Теперь нужно все это клонировать. Сразу на вторую часть. Жмем Alt-Q. Квантуем вот с этим пресетом. Он с такими настройками. Enter. Alt-X. Выравниваем громкость. Enter. Сразу же другой звук. Гораздо круче. Но это еще не все. Мы сейчас займемся еще более странной дичью. Мы будем гуманизировать вручную. Еще, кстати, можно Alt-S делать. Страммануть. Это более очеловечивает аккорды. Теперь мы выравниваем велосипед вручную. Выделяем каждый отдельный фрагмент. И делаем вот так. То есть, чтобы сначала громкость шла на повышение, а потом на понижение. Если мы сделаем то же самое с нижней частью, то вы услышите разницу. Это действительно... Ну, мне, короче, нравится. И, по-моему, в оригинале именно так и сделано. Ну, там, скорее всего, вручную сыграно. Ну, или я переоцениваю этот трек. Вот, класс. Так мне нравится. Так, теперь делаем со второй частью то же самое. Вот, все, мне нравится. Теперь эту вторую часть мы удаляем, потому что они абсолютно одинаковые. И делаем вот так. Оп. А вот эту настраиваем отдельно. Все идеально. Теперь у нас есть готовый паттерн. Что нам нужно сделать дальше? Сделать backup. Ctrl-C в следующий паттерн. Ctrl-V. Выделяем каждый отдельный такт. Зажимаем Alt, левые кнопки мышки два раза. Щелк-щелк. Снова. Щелк-щелк. 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 А? Круче же стало, да? На самом деле нет. Мы идем на какой-нибудь девятый паттерн. Ставим сюда что? Конечно же Gross Beat. Чем еще можем поставить? Чтобы получить такое забавное, немножко дурацкое звучание. Но на октаву выше. Далее поставим Maximus, чтобы жизнь медом не казалась. И пресет вот этот. Потом параметрик. Вот этот пресет. Класс. Теперь ставим сюда что? Эдисон. У FL есть такая классная функция, которой мы не будем пользоваться. Quick Render. Сделаем вот так. Так будет проще. Все, отлично. Выделяем нужный нам фрагмент. В Channel Rec добавляем что? Добавляем, конечно же, с Roti Slicer. Потому что там в оригинале, по-моему, он и применен. Такое дерганное звучание, которое мы сейчас будем создавать. С помощью вот такой функции Beat. Тут поставим 101% примерно. И Pit Shift на минус 100. То есть на один полутон опустим мелодию. И крутанем атаку, чтобы получить дурацкое звучание. Именно такое. Дерганное немного. Слушаем. То есть с помощью вот этой крутилки мы каждый отдельный слайс увеличили чуть-чуть. А с помощью вот этой крутилки опустили pitch. А с помощью вот этой крутилки перед каждым слайсом у нас идет атака. То есть громкость как бы с fade in. Теперь ставим ее давайте на 8 канал. Сразу сформируем групповый канал ударных. Потому что мы этого сразу не сделали. И настроим звучок. Ну а как мы это сделаем? Ну сильно париться не будем. Endless Smile. Потом поставим Maximus конечно же. Чуть-чуть расширялки. И параметры. Так. Ну на параметрики сделаем все-таки настройку вручную. На Endless Smile выберем. А где-нибудь вот так. На Maximus. Пресетик выберем. Наверное еще больше не заподрежем. Такое вот получили немножко дурацкий звучок. Теперь идем в ударные. Копируем это все в наш паттерн. Казалось бы уже почти все готово. Но нет. Нам нужно подогреть бас сосиской. Подогреть сосиской. Это самое важное. Если вы сосиской не подогреете. Чудо не произойдет. И бит не зазвучит. Совершенно. Для этого нам нужен софт клипер в качестве лимитера. И вот этот пресет. 5% хватит. Давайте 6. Нет. 8. Вот 8 идеально. Режем низ. Нам много низа не надо. Софт клипер. Софт клипирует. Клэп. Endless Smile. Идеально. Head. Endless Smile. А после него что? Stereo Shaper. На второй Head тоже ставим Endless Smile. И тоже ставим Stereo Shaper. Групповой канал. Что ставим? Сосиска. Надо все подогревать сосиской. Тогда будет круче. После сосиски ставим Soft Clipper. На Soft Clipper убавляем, конечно же, пост. Выходную громкость. И ставим мой любимый пресет. Еще сильнее нужно убавить выходную громкость. О, лишнее что-то, видимо. Еще можно чуть-чуть расширить. Потому что у нас есть Endless Smile, который создает сайт составляющей. Можно ее чуть вывести. Вот и все. Split by Channel. Shift Control. Теперь вешаем на наш инструментальный крючок. Вешаем в глич. Зачем? Сейчас покажу. Там есть этот эффект Tape Stop. И мы им воспользуемся. В этот раз. Каждый раз меняется положение в гличе. Неудобно. Even. Два бита. И, наверное, идеально. Настраиваем его. Create Automation Clip на его Dry Wet. Вот, 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 вот. Оп. Оп. Готово. Почти. Готово. Класс. Теперь. Теперь я сейчас чуть-чуть поколдую озоном и посмотрим на результат. Итак, я вроде все сделал. Теперь давайте чуть подробнее поговорим про сэмплы. Ведь это так интересно говорить про сэмплы. Out. Trim. Все. Больше с clapом ничего не сделал. С kickом. Крутанул ему envelope чуть-чуть. С хэтом я ничего не сделал. Кроме того, что крутанул ему shift. То есть, вот, можете видеть, не envelope, ничего не подкручено. Со вторым хэтом абсолютно та же фигня. Только я еще крутанул out и подкоротил его с помощью вот этой крутилки. И подвинул ему время старта. По поводу проекта. Я прочитал ваши комментарии по поводу большинства сидит на FL12. К сожалению, никак не получается перенести из двадцатки в двенашку проект. Вообще никак. Так что... Так что... Переходите на двадцатку. Она классная. Возможно, запилю об этом видео. Давайте послушаем теперь. Продолжение следует... Давайте чуть подробнее теперь про мелодию. Вот смотрите. Она мне все-таки показалась не суперкрутой, но интересной. Потому что у нас, во-первых, больше трех нот, что удивительно. И есть аккорды, есть аккомпанемент. Потому что если просто использовать простые аккорды, то будет не так звучать. Получается, что у нас есть простая мелодия. Ей в поддержку идут аккорды. И из этих аккордов я сделал арпеджио. По-моему, именно так сделано в треке в оригинале. И вот эта вся работа с Velocity, она вся не зря. Потому что вот мы сейчас Ctrl-C, Ctrl-V, следующий паттерн. Все это сделаем по максимуму. Выровняем обратно квантизацию и слушаем. Вот так звучит, если ничего не сделать с Velocity, но при этом построить арпеджио. А так звучит. Если сделать Alt-Q, квантизацию. Опять же, напоминаю, вот мои настройки. Alt-X, выравнивание. Вот мои настройки. И Alt-S, стромайс. Вот тоже мои настройки. Я надеюсь, что вам было это все интересно. Потому что вот с мелодией мне было прям интересно разбираться. То, что я на нее потратил некоторое количество времени, чтобы заставить звучать именно человечно и красиво. И, наверное, на этом все. Ставьте лайк, если этот урок был вам полезен и понравился. И ставьте дизлайк, если бесполезно, неинтересно. И напишите в комментариях, что вам было бесполезно и неинтересно. Также напоминаю, что у меня есть видеокурс CloudRap 1 и 2. Из трех частей. Каждая из частей от А до Я. Включая написание, подбор звуков, сведение, мастеринг, структуру. Первая часть по Cloud, вторая по Tril, третья по трэпу. Также к курсу приложен. Видеокурс для начинающих. Вчера открыли FL Studio. Все ссылки на плагины, все материалы из курса и участие в закрытой группе. Чтобы заказать видеокурс, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Курс стоит 3290 рублей. Напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И у меня на этом все. С вами был Стас. Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Жмакни лайк, как я уже сказал, если было интересно и полезно. Шарахни по колокольчику. Я постараюсь сделать видео следующее еще интереснее, если ты продолжишь смотреть. Вот такой вот договор. Я делаю интересно, ты смотришь. Вот и все. На этом все. С вами был Стас. Гарф Шпрот. Пока.